В 2021 году на территории Уссурийского городского округа был образован кадетский класс МЧС. Сегодня его ученики в рамках проведения Дня открытых дверей посетили Дальневосточную пожарно-спасательную академию. Со школьниками была проведена экскурсия. Они смогли увидеть не только учебные будни курсантов, но также ознакомиться с материально-технической базой. Регулярно посещаем Дальневосточную пожарно-спасательную академию на острове Русский. Приезжаем сюда второй раз. Детям очень нравится как не просто походить, посмотреть, но еще и пощупать своими руками, потому что это немаловажно для детей, чтобы они понимали, что, для чего, зачем это им нужно. В ходе мероприятия ребят провели по спортивному комплексу, академии, общежитию, а также учебному корпусу. Под чутким руководством курсантов кадеты смогли осуществить самоспасение с третьего этажа учебной башни, примерить боевую одежду пожарного, познакомиться с дыхательными аппаратами. Также нам дают почувствовать себя вроде настоящих пожарных. Мы надеваем одежду пожарных, учимся проводить самоспасание. Вообще я связал свою жизнь с кадетским классом, так как многие в моей семье связаны с военной деятельностью. Я считаю, профессия пожарных и спасателей достойна, потому что очень важно помогать людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Особый интерес у школьников вызвали пожарные автомобили. Ребята смогли внимательно рассмотреть машины, которые используются для пожарного выезда и даже посидеть в их кабинах. Также неподдельный интерес у детей вызвало оборудование, которое используется пожарными и спасателями в своей повседневной деятельности. Выстребять в Дальневосточную пожарно-спасательную академию имеет большое значение, так как школьники в будущем должны будут сделать ответственный выбор профессии и некоторые из них смогут связать свою дальнейшую жизнь с МЧС. В завершении мероприятия юные гости продемонстрировали свою выправку, построившись на плацу академии и пройдя торжественным маршем. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.